мир вам друзья сегодня четверка 24 ноября надеюсь вы не утомились изучая очень спорные слова из священного писания но на самом деле они легко понимаются когда смотреть на целостную картину библейского учения и взаимосвязь некую выстраивать мы также заметили что вот те буквально несколько стихов которые мы разобрали они должны даже между собой как-то едины если их соединить то они друг друга может сказать объяснят и будет нормально если по отдельности их смаковать топтаться на них тогда да можно очень глубоко уйти от библейского учения у нас следующая тема под названием души под жертвенником опять странное выражение правда под жертвенником что может быть земля уже ответ земля под жертвенником на самом деле если вот помнить что под жертвенником земля того нужно понимать что такое душе души и это кровь кровь данном случае образ человеческой а когда жертву ник был то в в Израиле не было никогда человеческих жертв, запомните, человеческих жертв не было, если было разовые случаи, да, кто-то скажет, был такой Иефай, и он свою дочь принес в жертву, да, но это проблема Иефая, это не Божье повеление, это глупость несусветная, даже он это понял, и весь Израиль это понял, поэтому не надо говорить, что в Библии есть человеческие жертвы, если какой-нибудь сумасброд совершит глупость, это его сумасброде, это сатанинская одержимость, убить человека из сакральных целей понятно ты сейчас скажет а христос ваш умер христос умер но убили его не свои а убили его язычники которые реально убивали всегда опять я просто предугадываю некоторые нападки комментарии ну легко они все снимаются почему библейское учение все выстраивает хорошо книга откровения глава 6 с 9 по 11 стих мы прочитаем чтобы понять где проблема если она вообще когда он снял пятую печать я увидел под жертвенником души убиенных за слово божие из-за свидетельства которые они имели и возопили они громким голосом говорят да коли владыка святые истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу и даны были каждому из них одежда белые и сказаны чтобы они успокоились еще на малое время пока не сотрудники и братьев которые будут убиты какие они дополнят число ну можно все понять друзья давайте оперативно как-то здесь можно долго рассказывать есть для этого видео по ссылке в описании под этим видео вы сможете получить еще более исчерпывающей информации но мы порассуждаем чтобы у нас была пища на этот день на сегодня и итак снимается печать это конечно пророческое видение оно образное снять печать это образ дальше следующий образ увидеть под жертвенником души убиенных за слово божие из-за свидетельства которые они имели были люди которые свидетельствовали о господи благовестники праведники но на земле праведники чаще всего притесняются помните пророков убивали апостолов всех убили иисуса конечно убили я на крестителе убили да тенденцию понимаете этот мир будет восставать против бога и его вестников вот она здесь видно так увидел под жертвенником помните книга откровения должна изучаться в свете ветхого завета к сожалению нынешнее христианство допустила серьезная оплошность в том что перестала воспринимать всерьез ветхий завет и поэтому когда дошли до нового завета и сказали вот мы все возьмем из нового завета мы люди нового завета иисус избавил нас от ветхого и так далее они начинают смотреть на вот с книги нового завета без фундаментального основания на ветхом завете а ян который пишет новый завет евангелия тяна послание она и книгу откровения он пишет как знаток ветхого завета поэтому все те кто говорят нам ветхий завет не нужен и все копают в новом завете они не учи они читают того кто пишет на основании ветхого завета сами не зная ветхого завета свой ли логику я не может ничего написать не базируясь на писаниях а в его время это какие писания до писания ветхого завета поэтому когда он пишет жертвенник души под жертвенником это образ земли на небе господь иисус христос умирал там есть пролитие крови на небе нет на небе нету смерти там в божьем присутствии смерти нет где есть смерть на земле иисус пришел на землю умереть и вот этот жертвенник всесожжение это наша земля на небесах есть только святое святых святое первое отделение святилища эта церковь божия в которой есть хлеб хлеб предложение есть молитвы и есть светильник дух святой в церкви божией но святое святых не в церкви божией святое святых на небесах у нас же есть господствующее представление о том что человек умирает если он хороший попадает в рай а почему эти люди попали мало то что на земле умерли они еще туда под жертвенник попали потом им дают одежду говорят дальше ждите чего ждать чтобы там вот полностью все полки набились да вот в этом кпз под жертвенником чтобы вот каждая полочка плацкартам продано количество билетов видите какой бред можно представить если верить в то что эти души оказались в небесах но при этом до рая не дошли и еще тысячи лет вопиют там то есть они еще ждут они нас с вами ждут 2000 лет 3000 лет ждут 4000 лет ждут авель праведника отдавший свою жизнь за веру в спасение через кровь пролитую авель пять-шесть тысяч лет ждет нас и и и молится и представьте 6000 лет вопиять до поле господи не мстишь за кровь нашу где как это можно в это поверить идея же какая у нас такое упоминание было книга бытие глава 4 когда господь говорит очень четко и ясно о том что кровь или голос крови брата твоего вопиет ко мне от чего от земли вот на что ссылается апостол иоанн вот это первая книга библии откровение последняя книга библии а говорят все об одном одно учение о том что голос крови в крови человека душа его кровь пролита или душа отданная вот и все понимание поэтому иоанн видит этот образ он видит его вот так ярко чтобы запечатлеть чтобы взбудоражить чтобы как-то мы очнулись от того что происходит такое нечестие что убили много людей за веру а пока воздаяния не то господь утешает что надо успокоиться на малое время и еще будут к сожалению убиты многие в конце истории земли будет будут верные преследоваться кто-то будет иметь дар мученичества кто-то жизнь свою отдаст и иоанн это тоже проживал он сам рисковал проститься жизни все его современники уже погибли и первые христиане продолжают страдать и впереди еще будущие серьезные гонения то есть в первом веке еще не все там на рубеже веков в начале второго века еще волна преследований иоанн это пророчески видит а это будет еще в средние века а это будет еще в новое время в современности будет мы все это же картина наполнена образами а это на небе происходит потому что жертвенник на небе а кони тоже на небе скачет в этой голове описаны кони вот смотрите снял печати всадник имеющий лук венец там второй садник второй конь там цветом 3 4 всадника апокалипсис они скачут на небесах нет это история земли но они реально где-то скакали нет это образ так почему души под жертвенником это не образ это реальные души где-то в небесном жертвеннике но но шанс просто но это просто невежество потому что не знаете что жертвенник на земле символизировал служение христа на земле на небе он не умирал он умер на земле поэтому жертвами всесожжение который в скине это образ всей нашей планеты и все души которые умирают в разных точках земли это вот это душе под жертвена если я умру как праведник чем я буду душой или кровью под жертвенником где под землей лежу жду образно вопию образно но реально в сознании такого не будет что я умру и буду лежать в земле и вопить и кричать мне так тяжело будет ну да коли господи не мстишь то есть я собираюсь прожить там допустим 80 лет как написано у моисея то есть я 80 лет проживу помру и еще там сто пятьсот лет буду лежать и кричать об этом вопить а мне бог будет успокаивать и под еще лежи лежи пожалуйста эти одежду приготовил друзья вопрос немножко представьте да как это работает как это вообще не работает вот и все мы изучаем с вами состояние умерших и находим что некоторые из неправильно понимаемых образов не говорят о состоянии умерших они лишь показывают вопросы справедливости вопросы спасения вопросы воздаяния и возмездия вот такие идеи несет библия рассказ про то кто куда идет где на какой полке сидит чего ждет это но слишком примитивно это в язычестве такие фишечки есть 9 кругов ада вот какие-нибудь переходные состояния давайте будем по-христиански верить наш господь бог живой и христос есть путь истинной жизни в нем все ответы ничего лишнего добавлять не главное добавлять а Geoble会 а а а а а а Продолжение следует...